в чем секрет хорошего и удачного дня в красивой одежде в теплой погоде нет приятной компании в такой в котором можно интересные истории послушать и просто приятно провести время если вы искали такую компанию то нам по пути дубль 2 мы начинаем сегодня многие люди вынуждены находиться на самоизоляции им как никогда нужна помощь кто же придет на выручку в трудную минуту как не клинские волонтеры сегодня мы решили сходить ним в гости и узнать какова работа волонтера изнутри сейчас мы в колл-центре который занимается первичной обработкой заявок сюда поступает звонок волонтер записывает данные и после этого волонтеры отправляются на адрес клинские волонтеры здравствуйте как объявили о начале карантина наш колл-центр центр добровольной помощи наши волонтеры начали работать и принимать звонки мы начали с 26 марта вот жители не знали об этом еще поэтому так потихонечку начинали сами еще учились потому что наши сотрудники еще в этом никогда не работали на звонки не отвечали поэтому для нас для всех это было впервые вот поэтому было время научиться вот а потом уже когда начали скажем так пиарить наш колл-центр давать контакты начали звонить задавать вопросы просить помощь вся информация приходит сначала сюда мы принимаем прямая принимаем звонки обрабатываем информацию вот и затем передаем заявки нашим волонтерам и они исполняют уже с колл-центром и документами мы разобрались теперь у нас есть список в котором 9 адресов собственно поедем сейчас развозить заявки с андреем и валерием ну на данный момент к нам обращаются все жители городского круга клин в основном конечно мы начинали работать это возрасте 65 плюс пенсионеры до которые сейчас должны сидеть дома соблюдать безопасность но помогаем всем и многодетным мамам у нас есть просьбы и скажем так мамам которым который не многодетным нужна помощь все равно купить продукты да потому что есть всякие проблемы да есть болезни из-за которых нельзя тоже выходить из дома неважно какой возраст вот поэтому помогаем всем отсылаем волонтерам заявки они как бы их обрабатывают исполняют алло доброе утро валентина ивановна это волонтер вас беспокоит и вас праздником а вы оставляли заявочку да мы готовы вам доставить продуктовый набор от губернатора буквально через минуту сейчас мы тогда поднимемся к вам у нас все волонтеры соблюдают безопасность этот сколько у нас два метра дистанции друг от друга все они ездят в масках в перчатках и вот и ну в основной это основные меры защиты у нас вот поэтому есть жители которые звонят просят помочь и спрашивают сразу как будут одеты наши волонтер вот поэтому всех скажем так радуем что у нас все безопасно поэтому пускай не переживать все хорошо вот и у нас у каждого волонтера есть официальное удостоверение что он волонтер с печати администрации городского круга клин чтобы придет когда вот они приходят к жителям до чтобы есть есть жители но пожилые я именно про правил про прожилых вот которые боятся пускать кого-то домой да потому что есть мошенники сами понимаете вот поэтому нас у всех волонтеров есть удостоверение официальное которые подтверждают что он волонтер выбираем время такое когда наиболее удобно возможно свободно в этом во всем участвовать и выполнить это как бы получается параллельно складывается работать участвовать в этих мероприятиях преимущественно все равно выходные дни свободные дни какие делать это получается не то что там замены сейчас просто ситуация такая сложилась жизненная и понимаешь то что не у всех все гладко и только вот из-за этого помогать людям и мы передвигаться нельзя не все обладают какими-то гаджетами чтобы пропуск себе оформить все строго ну и плюс чтобы они как-то были самоизолированы чтобы не это распространение этой инфекции не было заявок очень много вопросов тоже очень много просьб вот но делаем мы не знаю как сказать к сожалению или к счастью для кого как делаем именно только те заявки которые жизненно необходимы то есть продукты первой необходимости медикаменты те которые нужны до нашим жителям то есть ничего скажем больше да мы понимаем есть вопросы как отметить день рождения там да у кого какой праздник но выходить из дома нельзя мы тоже пытаемся помочь предложить свою инициативу в этом деле да но все равно как бы у нас есть инструкция по которой мы работаем да то есть как бы есть заказы продуктов которые нужно купить там молоко хлеб да вот самая необходимая гречка что у нас там основные продукты да мы это делаем обязательно есть конечно просьбы купить такие продукты которые как бы не входят в перечень первой необходимости да к сожалению мы отказываем потому что да есть заказы которые прям вот срочно нужно сделать и первой необходимости а есть которые ну вот просто захотелось чего-то изысканного, скажем так. У меня именно, вот я сейчас увидел мужчину на инвалидной коляске, как бы, это у меня впервые. Оказывается, вот здесь тоже пометка, тоже впервые у меня, что глухие, то есть, как бы, есть разные категории граждан, которые, видите, ограничены даже. Приходится общаться по всем мессенджерам, которые есть. Да, да. Взаимная помощь и взаимная поддержка – это отличительная, характеризующая такая обязательная черта человека и гражданина. Я гражданин своей страны. Это важно будет. Друзья, если вы хотите присоединиться к команде волонтеров и помогать людям или же вам самим необходима помощь, вы можете воспользоваться телефонами горячей линии, которые видите на своих экранах. И волонтеры обязательно ответят на все ваши вопросы. Делайте добро, и она обязательно к вам вернется. Будьте здоровы! Ситуация, в которой мы оказались, мягко говоря, непростая, но она, как лакмусовая бумажка, определяет истинное лицо людей и показывает нам героев нашего времени. Сегодня мы хотим познакомить вас с медсестрой Разгуляевой Гули Михайловной. Здравствуйте, Гуля Михайловна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы обычно занимаетесь? Я работаю медсестрой по физиотерапии в реабилитационном центре РАДУГа для детей с ограниченными возможностями. Сейчас у нас детей нет, мы, к сожалению, сейчас наших пациентов принимать не можем. Если честно, я никогда не люблю лениться. У меня всегда куча идей, на которые мне все время не хватает времени, там еще что-то. Конечно, первый момент я восприняла, о, самоизоляция, классно, сейчас я тут все сделаю, то, что захотела, все планы в жизни реализую, да. Но, как показала жизнь, что в данном случае хобби – это хобби, реализовать то, что задумала, это прекрасно, но выявилась такая проблема, как нехватка масок, что меня натолкнуло на такую интересную мысль, а почему бы не сшить маску самой. Благо, навыки позволяют, у меня первое образование швейное, машинка есть, материалы запасы у любой швеи всегда, наверное, есть. Единственное, что, когда возник вопрос о том, чтобы сделать их много, я понимала, что моих материалов запасов не хватит, я обратилась к участникам чата организации подсолнух, кто может предоставить данный материал. Обращали внимание на то, чтобы это был натуральный материал, сиидец, бязь, не синтетика, чтобы было удобно, приятно дышать. И, наверное, в тот момент я поставила себе такую цель, что будет возможность, буду стараться сшить такие вот маски. Сначала были эксперименты с формами масок, затем пришла опытным путем к другой форме масок, пересмотрела кучу видеоматериалов, кто шьет, какие наиболее востребованы. У нас у всех есть дети, мы многодетные, у нас мало-мало-меньше, всех хочется тоже защитить. Если возникает ситуация, что нужно выйти из дома, а ребенок будет незащищен, этого не хотелось бы допустить. Возник вопрос, как на маленького ребенка одеть маску. По своей дочке, которой три года, могу сказать, что это категорически практически невозможно. Но мы тут методом игр и прочего убедили ее в этом. Но главный аргумент – маска ребенку должна быть интересна. Я сначала шила только взрослые маски, сейчас я перешла в основном на пошив детских масок, и, соответственно, чтобы это была ткань, приятная к телу. Потому что некоторые дети, они очень чувствительно реагируют на ткань. Ой, чешется, там не буду, здесь не буду. Поэтому хотелось, чтобы ребенок ее одел, и родитель был спокойен за здоровье своего ребенка. Сколько за время карантина вы успели сшить масок? Ну, на данный момент, наверное, порядка 250. К сожалению, скорость у меня небольшая, но даже дело не в скорости. Наверное, проблематично найти свободное время для того, чтобы маски пошить. Мне же нужно полный цикл сначала разложить ткань, раскроить, затем шить, вывернуть и так далее. То есть это занимает определенное время. Но маски вы раздаете принципиально бесплатно? Да, я считаю, это принципиально важный пункт, потому что, ну, если ты делаешь добро, его нужно делать именно добро, не из корыстных каких-то побуждений, а именно для того, чтобы помочь ближнему. Ну, за деньги это так, по мне, я считаю, несерьезно. Но предлагали купить? Да, неоднократно обращались и писали, пожалуйста, продай. Я говорю, да не могу я вам продать. Скажите, сколько я вам сделаю, вот сколько посчитаю возможным для себя, я вам сделаю. Но я считаю, это несерьезно. Во-первых, мне все досталось практически бесплатно. Да, материалы мне предоставлены были бесплатно. Свои запасы я не считаю, потому что, ну, это было приобретено ранее, деньги уже были вложены, это уже не тот вопрос. Машинка у меня есть, да, время свободное есть. Желание помочь людям есть, а разве это можно оценивать в деньгах? Очень приятно осознавать, что в эти дни героев нашего времени становится все больше и больше. Мы надеемся, что история Гули Михайловны смогла вдохновить и вас на какой-то подвиг. В 21 веке все большую популярность набирает работы на удаленке. Этому способствует множество факторов, в том числе и самоизоляция. Свободный график, самостоятельный выбор работы, комфортные условия труда. Все это привилегии фриланса. Как раз на этой неделе россияне отмечали День фрилансера. Что это за профессия, как постичь искусству фриланса и стоит ли вообще постигать, расскажет специалист с многолетним стажем работы. Я моушн-дизайнер, ну по совместительству графический дизайнер. Но это деятельность смежная с тем образованием, которое я получил до этого. По образованию я специалист по рекламе и связям с общественностью. Вот, соответственно, сейчас я занимаюсь тем, о чем я говорил ранее. Чем вообще заключается фриланс и чем он отличается от обычной какой-то вот работе в штате? Ну, в том-то и дело, что это как раз есть работа в штате и есть фриланс. То есть работа в штате, когда ты приходишь на работу, тебе дают определенный объем задач, на которые тебе нужно выполнить в течение дня, недели, месяца, квартала, года. Вот, а здесь, соответственно, в случае с фрилансом, ты полностью сам себе обеспечиваешь весь заработок и весь объем работы. Вот, в принципе, в этом есть разница. То есть если на официальной работе, да, на работе в офисе, как говорится, тебя обеспечивают работой, то здесь ты сам, по большому счету, ищешь заказы, ищешь клиентов, сам с ними договариваешься и полностью организуешь свой процесс работы. Собственно, ты и начальник, и подчиненный сам себе. Давай, скажем так, поподробнее о моменте, когда случился вот этот вот определяющий выбор, что я не буду работать на обычной работе, а я, Сергей, буду работать вот именно фрилансером. Когда у тебя это случилось и как? Вот, как это произошло, в какой момент? Ну, это случилось почти два года назад. Я тогда работал в общепите. Вот, как известно, ну, не всем, конечно, что общепит – это достаточно стрессовая работа. Вот, и так как я там, получается, опыт работы в ресторанной сфере у меня почти пять лет, вот, то, соответственно, тело и психика начали давать сбои, скажем так, потому что, ну, из-за высокого количества стресса, который я испытал в течение работы во многих заведениях, не только, там, например, в Клину, да, там, я еще работал в Санкт-Петербурге в двух заведениях. Вот, из-за высокого уровня стресса организм, к сожалению, начал мне давать звоночки, что надо уже заканчивать с такой работы, и мне, соответственно, пришла в голову мысль о том, что нужно чем-то другим заниматься. А чем заниматься, к сожалению, я на тот момент не понимал, я не знал, что я хочу делать, но я решил попробовать, попробовать себя в данной сфере, в которой я сейчас работаю, и все получается, и это самое главное. Но, с другой стороны, получаться будет только когда, когда ты договоришься сам с собой, что назад пути нет. Ну, к счастью или к сожалению, но, да, назад пути нет, и нужно идти только вперед, грызть гранит науки и пробиваться через все, что встает на пути. Вот, это достаточно сложный путь, но, опять же, мы оказываемся там, где мы оказываемся, да, и потом, оглядываясь назад, мы понимаем, что все, что мы проделали до этого, это был прекрасный опыт. Вот. Ни в коем случае нельзя говорить только, как было плохо, надо говорить, как хорошо сейчас, вот, или лучше потом, вот. Ну, вот сейчас, допустим, Серег, да, вот отличный момент, вот самоизоляция, попробовать себя в этой сфере, в принципе-то, да, вот. Допустим, вот новички, вот, допустим, я, чтобы начать заниматься фрилансом, там, что мне для этого нужно. Вот я, допустим, решил, да, попробовать, сейчас у меня есть время, сейчас у меня есть куча, скажем так, возможностей, там, сесть и начать. С чего я могу начать? Как? Ну, во-первых, нужно определиться, подходит ли деятельность под фриланс, потому что, ну, моя, например, деятельность, твоя деятельность подходит под то, чтобы не присутствовать в офисе, вот, то есть, работать из дома, если это позволяет до мощности, вот. А есть та деятельность, например, как работники того же самого завода, да, например, они не могут работать, они не могут быть фрилансерами, потому что они привязаны к рабочему месту, вот. А так, ну, самое главное на фрилансе – это режим. Режим сна, режим питания, режим того же самого отдыха, то есть, да, можно, ну, вот моя ошибка, например, была, когда я начал работать, когда я ушел на фриланс, начал заниматься новой для себя профессией, ну, я, грубо говоря, упахивался, вот. То есть по 10-12 часов в день сидя – это очень много, вот. То есть не зря, как бы, в офисе делаю, там, например, 8-часовой рабочий день, вот, и, соответственно, все остальное время ты отдыхаешь, вот. Но в офисе тебя жестко разграничивают, то есть ты во столько пришел, во столько должен уйти, а здесь ты дома, и у тебя, соответственно, нет никакого внешнего контролера по этому поводу, то есть ты сам себе контролер, вот. Ну, режим питания, сон и отдых обязательно, вот. И какие-то другие дела, которые отвлекают от работы. Три, по твоему мнению, три профессии, которые, в принципе, вот самые, скажем так, подходящие для фриланса. Вот три профессии. Три профессии. Ну, первое, я думаю, это, ну, например, бухгалтер, мне кажется, отличная профессия для фриланса. То есть когда ты ведешь дела нескольких фирм, например, да, и не привязан ни к какому месту, месту работы. Вторая профессия, ну, возьмем тот же самый графический или моушн-дизайн, когда дома, например, есть станция, и ты можешь на ней совершенно спокойно работать. Ну, и станция, я имею в виду компьютер. Ну, и, например, какие-нибудь рукоделия, например, домашние. Вот эти профессии, я думаю, подходят под то, чтобы заниматься ими удаленно. Ну, фриланс, по факту, это удаленная работа. То есть, например, в первом случае, в случае с бухгалтером, да, присылают документы, он их обрабатывает, отправляет отчеты. Во втором случае ты получаешь задачу и над ней работаешь. И, соответственно, удаленно, дистанционно общаешься с заказчиком. А в третьем случае, ну, там, например, как я сказал, рукоделия какого-нибудь, да, достаточно организовать поток клиентов и доставку. И тогда можно работать на удаленке. Вот, к примеру, да, вот я себе выбрал, допустим, графический дизайнер, да, вот я перешел, купил себе мощный компьютер, скачал программы, все, я готов полностью. А как мне заполнять клиентуру свою, как мне пополнять клиентскую базу, где мне искать людей, как мне себя, может быть, рекламировать? Это уже вот к своему образованию больше относится. Как мне начать свой творческий путь, так скажем? Зачастую клиент не понимает, чем ты занимаешься. Вот, он приходит просто спрашивает, спрашивает, ты можешь это сделать? Ты говоришь, да. Вот, но самое главное в этом деле всем, в графическом дизайне, в мошен-дизайне, это делать то, что тебе нравится, то есть реализовывать свои идеи. Потому что только реализуя свои идеи, ты можешь быть полностью доволен своей работой. Потому что работа с клиентом, она не всегда удовлетворяет... Она удовлетворяет клиента, но не всегда удовлетворяет исполнителя. Потому что ты думаешь, вот здесь можно было бы так сделать, там, здесь можно было бы по-другому, но желание клиента, как говорится, закон. И поэтому приходится иногда разочаровываться на конечный продукт, как это не странно. Вот. Мой путь, например, выхода на эту профессию, да, и на фриланс сам по себе, это первое, это обучение. То есть поиск, это, в принципе, стандартный путь. Повторюсь еще раз, для того, чтобы выйти на фриланс, первое, это обучение. Второе, это реализация, там, тех домашних заданий, например, которые дают на этом обучении. И третье, это не бояться показать себя. Потому что мы живем в век соцсетей, и они как раз и сделаны для того, чтобы показать то, на что ты способен. И даже если ты не способен пока на многое, то все равно уровень профессионализма, он растет. И чем больше ты делаешь, тем больше у тебя получается. Было ли такое, что вот такие моменты, клиентов нет вообще? Ну, то есть вот ты, допустим, все, ты готов, у тебя все инструменты есть, клиентов нет. Вот ты вроде и выкладываешь, и вроде вот, там, кому-то, допустим, там, с кем-то связываешься, да, как-то вот пытаешься, но клиентов нет. Вот что делать в таком случае? Было ли у тебя такое, и что делать в таком случае? Ну, такое было поначалу, соответственно. Но здесь самое первое правило – это не расстраиваться по этому поводу и не принижать свои достоинства, особенно если ты постоянно что-то делаешь для своего роста в профессии. Ну, только в этом случае. Если, соответственно, человек ничего не делает и хочет что-то получить, так это не работает, к сожалению. А во-вторых, нужно заниматься тем, чем ты занимаешься. То есть пробовать себя в разном спектре работ по той же, ну, по той же самой специальности, которой ты занимаешься. То есть, например, в моушн-дизайне, например, да, можно заниматься 3D. То есть 3D – это тоже целый мир. Взять одну программу какую-нибудь, начать ее осваивать. Потому что поляна для работы, она просто огромная. То есть куча направлений в самом 3D, куча направлений в стиле. Пробовать себя, потому что только через пробу ты сможешь найти себе клиентуру и сможешь найти себя. Фриланс – это в основном как бы единоличная работа? То есть ты работаешь один или фриланс возможен в команде? Если в команде возможен, то как? Как это организуется? Ну, фриланс, да, возможен в команде в любом случае. Потому что, например, один человек может у себя дома сидеть, другой может у себя. И вы можете работать на какую-то общую цель. Сейчас очень популярно, не то, что очень популярно, а набирает популярность сейчас различные, как это назвать, сообщества по интересам, можно так назвать. То есть один, например, занимается съемкой, другой занимается графикой, третий занимается, например, моушеном, да, и в общей сложности это получается какой-то медиапроект. Вот, например. Ну, я в Инстаграме видел, наткнулся на одного парня, ему сейчас 21 год, если я не ошибаюсь. Он уже лет с 13-14 занимается моушен-дизайном. И у них есть своя, как это называется, по-молодежному движуха. И они делают достаточно интересные, такие завирусившиеся видео в Инстаграме, в ТикТоке, в ВКонтакте. Берем любую соцсеть, мне кажется, кто-то их точно видел. И у них есть просто свой движ, вот этот тематический, определенный, который они продвигают. То есть продвигают какие-то идеи, продвигают свой взгляд на мир, продвигают себя, картинки свои, да, видео, например. Ну, то есть занимаются полностью, как это, ну, в данном случае, это можно назвать искусством. Потому что искусство, оно существует отдельно от всего общества. И они просто делают то, что им нравится. Я считаю, это очень похвально и очень здорово. Вот. И по факту они все фрилансеры, потому что они не работают на какую-то компанию, например, да. Они сами ищут себе заказы. Они полностью сами организуют свое рабочее пространство и время работы. Вот. И, ну, и делают это сообща, соответственно. Просто работая сообща, работая сообща, можно быстрее просто подняться и заработать денег, и прийти к тому, что ты реально сам хочешь от этой сферы. Ну, сейчас мы вот прям так радужно все это описали, да. Давай про минусы поговорим. В чем минусы работы фрилансера? Вот. По-твоему, как ты думаешь? Что бы ты выделил такое, что вот, ну, на обычной работе, допустим, есть, а вот фрилансеры, к сожалению, отсутствуют? Ну, обычная работа – это стабильность по большей части. А фриланс – это, ну, постоянно на иголках. Потому что, просто потому что ты сам себе организовываешь работу. То есть каждый день, ну, и это тоже преувеличивать, конечно, очень сложно, каждый день просто встаешь и думаешь, нужно сделать то-то, то-то, такие-то сроки, ну, и быть более ответственным, нежели чем на обычной работе. Твоя работа – твое лицо. Плохо работаешь – мало клиентов. Хорошо работаешь – очередь клиентов, из клиентов выстраивается так, что можно организовать себе на несколько месяцев вперед, рабочие дни, недели, график, в общем, полностью себе организовать. Вот. То есть здесь зависит, все очень, очень много зависит от человека. Если он готов мириться с, например, с конфликтами, да, с какими-то, с другими людьми, идти на контакт, больше, то есть быть более гибким, как это сейчас называется, soft skills. Есть hard skills, есть soft skills. Hard skills – это когда ты делаешь четко все по своей специальности, а soft skills – это когда ты, ну, например, помимо графического дизайна, там, motion дизайна, я еще владею, например, какими-то навыками конфликтологии, да, какие-то дополнительные навыки, которые помогут добиться успеха в той или иной задаче. Обычные люди, после того, как отработали, у них там идет стаж, все дела, после того, как отработали на официальной работе, они уходят на пенсию. Куда уходят фрилансеры? В закат? Да, фрилансеры просто уходят в закат, потому что, ну, опять же, за все время работы, когда ты надеешься только сам на себя, соответственно, и пенсию, пенсию ты обеспечиваешь тоже себе сам, не иначе. Ну, я считаю то, что на фрилансе можно заработать больше денег и больше опыта. Здесь на фрилансе математика простая. Если ты хочешь получать больше, сделай что-то для того, чтобы получить больше. Улучши свои навыки, расскажи больше о себе в соцсетях и так далее, и так далее. А на обычной работе, кроме как прийти к начальнику, сказать, я хочу больше, ну, в принципе, больше, ну, в принципе, это путь в никуда. Три качества необходимы реально клевому, реально популярному в будущем фрилансеру, который вот человек должен себе развить, чтобы ему нравилась его работа, чтобы он работал, скажем так, не покладая рук и развивался в этом направлении. Три качества. Ну, я думаю, первое, это гибкость в плане ума, второе, это стабильность в плане организации своей жизни, верить в то, что получится у тебя. Все. Все, что бы ты ни делал, все получится. Как часто мы слышим фразу «Смотри-ка, жизнь, ну, прямо как в кино». Но жизнь это не кино. Здесь нельзя переснять, сделать еще один дубль. Нужно жить здесь и сейчас. Не оставлять черновиков, а писать начисто, набело, сейчас. Дорогие друзья, наша программа заканчивается, но мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до свидания. Будьте здоровы.